Переходим к следующему блоку «Права иностранцев с видом на жительство в Польше и Словакии». Мы обсудили предпринимательство, работу, учебу. И, допустим, наш Николай и, как мы говорили, допустим, Иван приехали один, допустим, в Польшу, другой в Словакию, получили виды на жительство. И теперь поговорим о их правах, то есть что они имеют право, что не имеют права. И первый вопрос, может ли иностранец пока без побыта открыть счет в польском банке? Здесь зависит все от банка. Есть такие банки, которые вообще без проблем открывают. А есть такие банки, которые требуют ПЕСЭЛ. ПЕСЭЛ – это такой идентификационный номер, что-то типа ИНН российского. Для того, чтобы открыть такой ПЕСЭЛ, необходимо иметь наличие прописки. То есть, соответственно, договор аренды или жилья в собственности. В принципе, проблем с этим нет. Если какой-то банк требует, можно пойти в другой. И этот банк вместо этого ПЕСЭЛ просто будет использовать номер паспорта. – Ясно. Почему я уточнил, что без побыта? Потому что многим… Это пока просто вопрос не в блоке этом. Многим людям они не хотят не открывать ИП, фирму, работу. Их не интересует. Просто интересует счет в Европейском банке. Или, например, в Словацком или в Польском. Поэтому был важный вопрос, можно ли открыть иностранцу без побыта счет в банке. В Словакии примерно такая же ситуация. Большинство банков не открывают счета без побыта. Но есть несколько, буквально два таких известных банка, где можно открыть счета при наличии… Вот здесь разница с Польшей. Здесь не требуют прописку или адрес в Словакии. А нужно подтвердить как раз свою прописку дома. Например, с Украины или России. Поэтому для Украины и России достаточно просто перевода внутреннего паспорта. Не загранпаспорта, а национального паспорта, где у нас указывается прописка. Для других стран, например, Узбекистан или Вьетнам, то требуют еще дополнительно один перевод, еще одного документа. Например, водительское удостоверение или еще что-то. И, в принципе, с таким пакетом документов можно пойти в банк и открыть спокойно счет. Так, теперь перейдем непосредственно к правам иностранцев. Может ли иностранец с опытом купить недвижимость в Польше? Например, дом, квартиру или земельный участок? Опять же говорю из личного опыта, поскольку вот сама недавно стала счастливым обладателем недвижимости в Польше. Значит, иностранец может купить недвижимость, может купить как первичную, так и вторичную недвижимость. На это нет никаких ограничений. То есть он может купить просто по загранпаспорту, с визой или с картой опыта, не имеет значения. Но есть одно маленькое ограничение, то есть на земельные участки нужно дополнительное разрешение получать в органах государственной власти. Но, в принципе, агентство недвижимости помогает с этим разрешением. Есть некоторая бюрократическая последовательность, но, тем не менее, получить ее можно. И, опять же, не на все земельные участки распространяется данное правило. Там зависит от каких-то юридических аспектов, которые оформлены в документах к этому участку. Если участок проходит на территории, которая будет совмещена с местом общего пользования, как-то правильно сформировать, то тогда нужно обязательно разрешение. Вот приведу пример. У меня квартира, и у квартиры есть терраса, которая выходит во двор. При просмотре этой квартиры мы подумали, как нам нравится квартира, но сейчас нужно будет это разрешение и так далее, что же нам делать. На что нам риэлтор объяснил. Сейчас я посмотрю документы и скажу, нужно или нет. Он посмотрел документы и сказал, что вам дополнительного разрешения не нужно, потому что эта терраса, она выходит как бы во двор. То есть она как бы такое частное пространство, она выходит во двор, это что-то типа нашего балкона. Если бы эта терраса выходила куда-то на улицу, как-то по-другому была бы зафиксирована в документах, то тогда бы потребовалось. То есть вот такой вот двоякий. Но для частного дома, для строительства нужно дополнительное разрешение. Я понял. Ну а теперь перейдем к Словакии. Здесь в принципе вопросов вообще нету. То есть иностранец даже без побыта или еще даже с побытом лучше может купить дом, участок, квартиру без каких-либо дополнительных документов и проблем с этим никаких нет. У нас есть ряд клиентов, которые еще до получения вида на жительство купили у Братиславы одни три квартиры, другие пять квартир. Ну с точки зрения бизнеса потом. Поэтому здесь вопросов нету. А следующий вопрос будет относительно автомобиля. Есть ли какие-то ограничения для иностранцев с побытом, чтобы купить автомобиль? Смотрите, с побытом ограничений нет. А вот если без побыта, то ограничения есть. Есть ограничения не в покупке, то есть в теории купить автомобиль может, но в постановке его на учет. Но здесь вот такие вот тонкие нюансы. То есть по сути человек, у которого есть законные основания, на учет он поставить может. Но если у него без виз или виза, которая действует на протяжении трех месяцев или скольки, то соответственно и на учет будет машина поставлена исключительно на этот срок. Соответственно это крайне невыгодно и неудобно, поэтому покупает автомобиль только тех, у кого уже есть ВНЖ и уже полноценно ставит ее на учет. Но здесь еще есть такой нюанс, что если есть юридическая компания, то можно покупать автомобиль, регистрировать на компанию и ставить на учет без проблем. В Словакии точно так же, поэтому не будем останавливаться. Идем дальше. В связи с автомобильной темой вопрос, нужно ли менять водительское удостоверение и какая процедура? Менять водительское удостоверение нужно. Процедура в принципе не сложная. Для этого необходимо просто прийти в соответствующий орган и поменять свои водительские права, выданные в вашей стране, на польские. Будет сделан запрос в вашу страну, тоже в органы ГИБДД, о том, что действительно вы являетесь владельцем категории таких-таких прав. И в принципе все. Если вы не хотите отказываться от своих прав, то нужно будет сдать экзамен. И в таком случае останутся и... Да, перед сдачей экзаменов нужно пройти обучение, потом сдать экзамен, и в таком случае вам выдадут дополнительные польские права. То есть у вас будут там и российские, и польские. Очень интересно, да. В Словакии примерно такая же ситуация тоже. Нужно менять, но это не обязательно, менять домашние права на словацкие. И желательно это сделать в период от полугода после получения карты ВНЖ до года. В таком случае не придется тоже сдавать никаких экзаменов. То есть нужно предоставить там небольшой пакет документов, сдать свои права, получить корочку о том, что права обновляются. И в течение там, ну в зависимости от госпошлины, или там за пару дней, или до месяца можно уже получить права. Но есть разница, например, я менял тоже свои права. У меня были категории А, Б, Ц, профессиональные права, на которые я ходил два года. Десятый, одиннадцатый класс. Это прям как целый урок такой у нас был. И здесь мне при обмене прав поставили открытую категорию только А и Д, а Ц категорию, она якобы открыта, но не продлена. Для того, чтобы ее продлить, или там высшие еще категории, нужно сдать специальные психотесты. Ну, скажем, медосмотр такой пройти, да. Так как мне это не актуально, я не стал с этим заморачиваться, но людям, которым профессионально нужны эти категории, то нужно пройти вот такой психотест и медосмотр. Дальше. Доступна ли ипотека иностранцам с побытом? Под какой процент дают ипотеки и условия получения? Смотрите, по поводу процента тоже сильно не вдавалось в эту тему. Поэтому скажу сразу, что ипотека доступна, но здесь, в принципе, на общих основаниях. То есть, если у человека есть карта по быту, то, соответственно, он, скорее всего, работает, либо у него есть свой бизнес, да, у него есть какой-то доход. И здесь будет рассматриваться на уровне с гражданами и одобрять, то есть, весь пакет документов предоставляете, где вы работаете, да, там, недвижимость, соответственно, от первоначальной суммы, которую вы вносите, чем больше суммы, тем есть вероятность того, что вам все-таки одобрят эту ипотеку. Из личного опыта скажу, что при покупке недвижимости, которую покупали мы, нам одобрили ипотеку сами жильцы. То есть, мы смогли договориться не с банком, а с жильцами, да, что вообще просто, ну, нереально, да, у нас даже в стране, в России такого не произошло. То есть, мы договорились с жильцами, но что они предоставили нам рассрочку на приобретение гаража. Вот, то есть, мы все условия у нотариуса согласовали, как бы, вот, они ознакомились с нашей деятельностью, с нашим бизнесом, как бы, поверили нам, можно сказать, на слово. Вот такие вот условия, то есть, мы сами были в шоке, что вот такое вот бывает. Ну, это действительно заслуживает уважения, и такие истории, они вводят нашего человека в ступор. То есть, вопрос, что, а что, так можно было? Ну, да, представляете, иностранцу просто, ну, в честном слове, как бы сказать, а можно мы у вас рассрочку возьмем, да, ну, это, как бы, и вот согласились, у нас очень хорошие отношения, мы выплачиваем, все, все порядочно. Ну, да. Ну, тогда пару условий, если позволите, с ситуацией в Словакии, то есть, здесь тоже на общих основаниях выдаются ипотеки, и, в принципе, сложностей с этим никаких нету, и каждый иностранец рано или поздно, как правило, рано, обычно это через 2-3 года после получения вида на жительство происходит, все запрашивают ипотеку и получают ее, и покупают недвижимость, потому что это действительно очень выгодно. Ну, обычный пример, например, приезжает семья, снимает в аренду квартиру. Средняя квартира для 3-4 человек, это минимум там 700 где-то в среднем евро в месяц, и, например, человек приезжает, привозит семью, начинает работать. Например, для того, чтобы получить ипотеку, а ты просто трудоустроен и карта по быту по трудоустройству, ты всего через полгода уже можно идти и просить ипотеку. Ну, допустим, это в среднем там через год где-то происходит. Если это предприниматель на основании ип или фирмы, то здесь чуть-чуть ситуация другая. Нужно прожить в Словакии минимум один, скажем, полный год от января до декабря, чтобы в следующем, в начале следующего года сдать один налоговый отчет за полный календарный год. Таким образом, у предпринимателя есть подтверждение его официальных доходов, и он тоже с этим налоговым отчетом уже может идти и просить ипотеку. Теперь по условиям. В Словакии ипотеку можно получить под 0,89% годовых на 30 лет. То есть это самые низкие возможные проценты, которые Словакам дают, даже еще сейчас чуть-чуть меньше. Иностранцам можно получить под такие условия, но, как правило, дают чуть-чуть больше, где-то там может под процент 1,2%. Если ты хочешь зафиксировать, например, эту ставку в течение 5 лет, если она фиксируется на 3 года, то можно и под 0,89%. То есть это вообще подсчитано, что рентабельность банка на выдачу ипотеки составляет 0,85-0,80%. То есть это процент, который, скажем, самоокупает всю эту процедуру с ипотекой. И, как видите, сейчас она практически сведена к этому уровню. И вопрос тогда, какой смысл банкам выдавать ипотеки, если он на этом практически ничего не зарабатывает? Смысл в том, что в банке очень серьезная конкуренция, и действительно банки борются за каждого клиента. Но это не значит, что выдаются кредиты каждому попавшемуся, извините, бомжу. Действительно идет там серьезный скоринг, проверяется все, и только в таком случае уже согласовывается. Основной заработок идет с дополнительных услуг. Например, просто потребительский кредит могут выдать, или обслуживание счета, еще что-то. То есть какие-то более мелкие операции, которые человек уже будет производить в течение 30 лет с этим банком, и на этом банк уже будет зарабатывать свою основную деятельность. Поэтому, если вернуться к вопросу с иностранцами, то все приезжают, выполняют вот эти минимальные условия для получения ипотеки, и, конечно же, берут ипотеку, например, в квартиру ту же, и они платят потом, например, там 400-500 максимум евро в месяц, то есть меньше на много, чем они платили за квартиру в аренде. То, конечно же, есть смысл покупать. Что еще важно добавить в этом моменте, что можно продать квартиру, недвижимость в ипотеке в любой момент. То есть здесь для покупателя не составляют никакой проблемы, если недвижимость это в залоге. То есть это решается очень просто. Поэтому никто не боится таких моментов. И даже если тебе еще платить 20 лет, ты можешь сегодня продать эту квартиру, соответственно, заплатить банку ту часть, которую ты еще не доплатил. Поэтому все иностранцы, как только у них появляется возможность подтвердить свой официальный доход, сразу же получают ипотеку, потому что она действительно здесь очень дешевая. Ну и по правилам богатых людей кредит должен отвечать нескольким параметрам. То есть это дешевизна максимальная и максимальный срок. То есть, в принципе, ипотеки в Словакии как раз всем этим условиям и отвечают. Следующий вопрос. Доступна ли медицина в полном объеме для иностранцам с повыта? Доступна для тех, кто находится по рабочему повыту, по бизнесу, соответственно, для тех, кто уплачивает налоги. Соответственно, медицина будет бесплатная совершенно, потому что платятся налоги в специальные медицинские фонды, и иностранец может обратиться в порядке и на условиях с гражданином Польши. Для тех, кто находится по тем основаниям без учета уплаты налогов, то есть они пользуются самостоятельно частными страховыми компаниями, либо они могут, опять же, платить просто отдельный взнос в этот медицинский фонд и при этом пользуются бесплатной медициной. Но на самом деле, в принципе, страхование здесь недорогое, то есть можно купить страховку, в районе будет 200 долларов на полгода на всю семью. То есть это очень удобно, никаких очередей, то есть если что-то нужно, позвонил, вызвал врача. Процедура с этим довольно-таки легкая. Очень много различных страховок, дороже, дешевле, тут каждый выбирает сам. Ну, в Словакии тоже примерно так же, более детально, если то есть разница здесь между предпринимателем и директором компании, потому что, скажем, только предприниматели и работающие люди, именно заместанцы, имеют право на государственную страховку. Это самый такой лучший вариант. Он имеет много преимуществ. А вот как раз директор компании и, например, жена по воссоединению не имеют права на государственную страховку. Они должны покупать коммерческую. Видов которых тоже есть очень много, там от дешевых до дорогих. И в этом контексте очень хороший закон есть в Словакии, если я не ошибаюсь, введен с 2017 года, по которому дети предпринимателя или работника страхуются бесплатно за ту же сумму. Грубо говоря, например, если иностранец зарегистрировал здесь индивидуального предпринимателя, у него здесь семья, у которой тоже у каждого есть вид на жительство, у детей есть вид на жительство, то этот предприниматель платит за себя, за свою страховку каждый месяц, грубо говоря, по 70 евро. Там чуть-чуть эта цифра меняется каждый год. Но если у него есть дети, то они будут застрахованы тоже бесплатно за тех же 70 евро в год, в месяц. Только жене нужно будет отдельно коммерческую страховку, если она нигде не работает, а просто имеет вид на жительство по воссоединению. Кстати, вернусь к предыдущему вопросу, пусть это будет тоже как бенефит. Если работает один член семьи, неважно, кто муж, жена, страховка распространяется на всех членов семьи, независимо от количества детей и на супруга или супругу. Здесь это очень важная разница. Видите, в Словакии не так, только на детей, а в Польше на всю семью. Правильно я понимаю? Совершенно верно, да. То есть даже если главный заявитель получает минимальную заработную плату, все равно. Так, следующий вопрос. Есть ли какие-либо бенефиты в виде налоговых бонусов, например, для детей, на ипотеку или какая-то другая помощь, например, на детей? Да, есть, совершенно верно. Смотрите, есть выплаты социальные, которые называются 500+. 500+, это получается около 120 долларов ориентировочно на каждого ребенка. По сути, да, вот если мама, например, работает официально, или она работает через инкубатор, и у нее есть двое детей, то получается практически полная компенсация налога. Ну, там, за исключением небольшого хвостика. То есть она получает на двоих детей выплату. А также есть возвратные налоги, которые, как правило, оформляют бухгалтера компаний. То есть это проработав один расчетный период, год, человек имеет право вернуть определенное количество налогов. Это называется ПИД-декларации, они заполняются. И это небольшая сумма возвратов, но, тем не менее, это тоже очень удобно. Поэтому, по сути, как бы человек может вообще вернуть практически до 90% уплаченных налогов. Ну, отлично. Очень хорошая, действительно, возможность и предложение. Теперь моя очередь расскажу, как это в Словакии. Налоговые бонусы есть на детей и на ипотеку. На детей. Бонус такой составляет на данный момент примерно 380 евро на одного ребенка в год. Например, рассмотрим нашего предпринимателя. Как пример его возьмем. Он сделал оборот, например, в 6000 евро. Мы уже говорили, что он заплатит с этой суммой примерно 350 евро налогов. Но если у него, допустим, двое детей, то ему государство компенсирует в районе где-то 760 евро на сегодняшний день. И с каждым годом эта сумма увеличивается. Грубо говоря, заплатив налоги, государство тебе еще и сверху вернет 400 евро. Примерно так где-то выходит. Но понятно, что если у него обороты будут больше и налогов он больше заплатит, то этот налоговый бонус на детей, он такой и будет. Он фиксированный. Он не зависит от суммы оборотов и налогов. Мы просто рассмотрели как минимальный вариант для того, чтобы можно было и продлить венджа, и при этом чтобы все было хорошо. Также есть такой же бонус на ипотеку. Если у вас уже оформлена ипотека, то можно компенсировать часть налогов. Это тоже немаленькие цифры. Там в районе где-то 500 тысяч евро. И есть, это уже не относится к разделу налогов. Это просто есть такая вот социальная помощь на всех детей. Это не пособие малоимущим. Это просто помощь на всех детей. Без разницы. И в принципе все словаки и иностранцы, если кто знает об этой помощи, оформляют ее. И на сегодняшний день она составляет примерно 25 евро на одного ребенка в месяц. То есть у нас, например, двое детей. Мы тоже оформили эту помощь. И каждый месяц мне на карточку приходит 50 евро. Немного, да, но приятно, так сказать. И при этом не надо сдавать никаких совершенно подтверждений, потом обновлений, доказывать, что за год что-то произошло или еще что-то. Единственное, что они следят за сроком карточек ВНЖ. И очень приятно, когда не мы к ним идем и говорим, вот вы знаете, у нас что-то закончилось, а они сами, вот недавно у нас было продление, сами позвонили, попросили, пожалуйста, мы видим у вас закончились карточки, как получите новые, пожалуйста, донесите нам, мы сделаем сканкопию. И все, и как бы дальше опять продолжаются выплаты. При этом пока идет обновление, выплаты приостанавливаются. Но потом, когда доносишь новые карточки с новыми датами уже окончания, то, например, за эти 2-3 месяца, за один раз все как бы приходит сразу на счет. И еще интересное дополнение по этому бонусу, я помню, когда мы его оформляли, нам вообще подсказала словачка и даже пошла с нами, потому что мы не знали еще словацкого языка толком. Она с нами ходила, помогала там все заполнять. И, ну, на секундочку, эта женщина, ну, по-словацки, упротовачка, уборщица, которая у нас в квартире убирала. То есть мы просто со временем с ней разнакомились, там, за кофе, за чаем, там, пытались как-то общаться, и вот очень подружились. И вот она предложила такую помощь, помочь нам оформить этот такой бенефит, скажем. Так я что хотел сказать? Мы его оформили где-то через полгода после того, как получили вид на жительство. И нам за этих полгода, с начала нашего ВНЖ, за каждый месяц пришла эта помощь. По сути, даже неважно, на каком месяце вы его оформляете, вы получите с момента получения ВНЖ вот эти суммы. Ну, как бы они небольшие, в рамках там, конечно, ежемесячных затрат, которые намного больше и все такое. Но это, как бы, приятно тоже. Почему бы и нет? Следующий вопрос. Есть ли какие-либо преимущества при рождении ребенка у иностранцев с побытом? Есть, но они, скажем так, косвенные. Это не то, что в США, да, человек рождается на территории и получает гражданство по истечению 18 лет. А здесь ребенок, рожденный у иностранцев, он должен иметь основание нахождения в стране, а точнее его родители должны находиться по каким-то основаниям, и, соответственно, ребенок прикрепляется к ним. При этом ребенок получает свидетельство о рождении, о том, что он был рожден на территории Республика Польши. И по достижении определенного возраста, при том, что он проживал определенное количество лет, у него будет возможность принятия гражданства. Но он должен будет выбрать, да, между гражданством родителей и гражданством Польши. Но, по сути, это, в принципе, те же самые условия, что и у обычного гражданина. То есть человек должен находиться на территории Республики, то есть он должен законно находиться, должен здесь проживать, потому что, в принципе, как и любой другой гражданин. Я понял. По большому счету в Словакии также, в принципе, рожденный ребенок здесь у иностранцев, у которых есть здесь фобот, или даже без фобота, неважно, в принципе, у ребенка, сказать, каких-то бенефитов нет. То есть он рождается гражданином страны, в которой граждане его родители. Единственное, что да, он получает свидетельство о рождении словацкое. И, ну, по большому счету, просто делается ребенку воссоединение, как и в обычном случае. И каких-то там сверх преимуществ это не дает. Так как, например, это в Америке, да, когда специально там выезжают, там рождают детей. И потом, по истечению 18 лет, даже если этот ребенок вернулся, например, домой, и там кроме там Hello и How are you, больше ничего не знает, то в 18 лет он спокойно становится гражданином Америки. На данный момент эти правила, они тоже слегка усложнены. То есть если раньше достаточно было просто приехать и родить, то сейчас роженице необходимо будет доказать о том, что она здесь пребывала достаточное количество времени на территории США, и на то были основания. То есть чуть усложнено, но не сильно. Окей, и продолжение темы детской. Может ли иностранец об этом записать ребенка в садик или в школу? Ну, я так подозреваю, что да, конечно, все возможно. Возможно, есть какие-то нюансы в этом плане. Расскажите, пожалуйста, как это в Польше? В плане школы все настолько просто, что проще, чем в своей стране. Вот просто, проще пареный реп, вот так вот скажем. То есть для этого нужно единственное, то есть принадлежность к определенному месту проживания. То есть это договор аренды, любая справка, там, выписка, что вот там проживаете, приносите в школу, что вот этот ребенок проживает по этому адресу, все, его записывают без лишних вопросов и так далее. То есть даже не спрашивают документы, основания вашего нахождения. То есть вы, по сути, можете быть даже нелегалами, потому что это не компетенция школы проверять законность ваших оснований. Есть ребенок, ребенок прикреплен к определенной школе в соответствии с его местом жительства, его обязаны взять. Нас взяли в школу вообще, по сути, без даже документов с предшествующей школы, потому что у нас такая система, что мы учимся в школе онлайн, и эти документы все находятся там. То есть нас просто взяли на честном слове, что вот здравствуйте, мы вообще вот в пятом классе. То есть довольно-таки простая процедура, ребенка взяли, он легко адаптировался, все просто, замечательно. С садиками немножко посложнее. В принципе, здесь необходимо встать на очередь заранее в электронном виде в несколько садиков, которые прикреплены, опять же, к месту жительства. Но здесь идет выбор. То есть необходимо набрать определенное количество баллов, чтобы продвинуться в очереди. Баллы начисляются по, опять же, работаете, уплачиваете налоги, основания нахождения, место проживания. Ну, если, может быть, там ребенок инвалид, и есть ли какие-то льготы и так далее. Соответственно, чем больше у вас баллов, тем быстрее ваша очередь будет продвигаться. Чем меньше у вас баллов, тем медленнее. Но сейчас мы записали младшего ребенка в садик, вот ждем. Три садика встали на очередь, но в принципе, опять же, это может быть и с побытом, и с визой, и с чем угодно. Если нет побыта, будет меньше баллов. Поэтому, ну, это все реально. То есть, в принципе, если у вас есть какие-то основания дополнительные, вы можете обратиться к администрации, которая занимается этим вопросом, и уже лично объяснить вашу ситуацию, что вам там срочно нужно или еще что-то. И я уверена, что здесь подход будет немножечко другой. В принципе, сложности нет. Ну, супер. В Словакии тоже, чтобы подвести итог, нету никаких проблем с этим. И как вы правильно подметили, это намного легче, чем дома. Потому что у нас вроде бы там при имеющемся законе на самом деле много неописанных законов, которые знаем только мы, да, в связи уже с опытом. То здесь все согласно закона. И такая же ситуация. Идешь в садик или в школу по месту жительства, тоже нужно предоставить, например, договор о ренде или карточку, в которой написано твой адрес проживания. Единственное отличие, что здесь нету системы баллов. То есть просто можно, да, в электронную очередь записаться, и там, честно говоря, даже не знаю, по какому критерию. Наверное, просто по записи, кто первый там становится, но точно не примут, например, в садик, если там больше, если я не ошибаюсь, 24 ребенка только в группе находится, то есть, ну, как бы, извините, но больше мест нету, больше не возьмут. Как у нас, это возможно, там, до 35, до 40 детей в садике. Ну, и, соответственно, такая же ситуация в школе. И если, например, в ближайшем садике нету мест, то можно обратиться там в следующий, и даже если, например, в твоем районе нету свободного места, то по закону уже можно идти даже в соседний район, который не относится к твоей уже прописке. И если там есть места, то могут туда уже принять. Ну, например, в нашем случае вопросов никаких не было, у нас в садике школа практически вот возле нашего подъезда, и с очередями тоже никаких нюансов не было. Это зависит от района. Некоторые жалуются, что вот они в старом городе или там в новом месте, то здесь, конечно, густота населения намного выше, поэтому могут быть проблемы с очередями. Это был последний мой вопрос, и давайте подведем небольшой такой итог, кто имел силы послушать нас, все это видео, и Словакия, и Польша, прекрасные страны для жизни, для эмиграции, для того, чтобы действительно и обучать детей, и жить, и вести бизнес, и работать. В силу некоторых различий и некоторых факторов могу утверждать, что, как по мне, Польша больше подходит для людей, которые планируют именно трудоустраиваться, работать. В первую очередь, если, например, они рассматривают вариант жить все-таки у себя дома и семья, чтобы там находилась, и приезжать, например, в Польшу, в народе говорят, на заработки, да, то есть ты приехал, быстро устроился, поработал, можешь вернуться, потом обратно точно так же приехать, быстро найти работодателя, или, например, дальше перевозить семью, делать воссоединение, это возможно. Словакия в этом плане больше подходит для людей, которые планируют открывать здесь бизнес именно на основании предпринимательства, так как здесь можно и ЧП открыть, и фирму, и воссоединить сразу детей и жену, с этим никаких проблем нету, достаточно лояльные, невысокие условия для продления, поэтому именно что касается работы, то здесь сложнее процедура, чем в Польше, возможно, но намного сложнее, мы уже это обсудили, кто хочет, может отмотать и посмотреть отдельно этот блок. Скажем так, для бизнеса Словакия, для работы, для трудоустройства Польша, ну это грубо, конечно, но общий такой итог можно подвести. Все, что касается остальных прав и всего остального, в принципе, везде условия одинаковые, по ипотекам, по каким-то правам, по детям, по налогам, по покупке недвижимости, единственная разница, в Польше нужно получать дополнительное разрешение на землю. В Польше особенное отношение к своей земле, поэтому иностранцам, я так подозреваю, нужно серьезно постараться, чтобы купить там собственность себе землю. Ну вот как бы такое мое общее мнение. Вам слово, есть вам что-то добавить? Да, конечно, лично я подводя итог могу сказать следующее, я очень часто сталкиваюсь с клиентами, которые пишут о том, что они сразу хотят в какие-то страны, как я уже говорила, это там Норвегия, Германия, Дания, и когда человек заполняет анкету, ты видишь его исходные данные, ну ты понимаешь, что, ну из каких соображений ты выбрал именно эту страну, почему тебе кажется, что ты легко сможешь там адаптироваться, почему тебе кажется, что без знания языка, без профессии, там, высшего образования, ты сможешь туда трудоустроиться или каким-то образом внедриться в это общество, ведь это сложно, вообще социальная адаптация, это очень сложный момент, даже здесь, в Польше, мы приехали с семьей, прошли весь этот период, это не так легко, нужно выбирать такие варианты, которые будут проще, зачем себе усложнять жизнь, зачем лезть куда-то, где у тебя потом могут возникнуть какие-то сложности, есть законодательство, да, то есть, если законодательство конкретной страны предписывает обязательное наличие знания языка, но не получится никак трудоустроить тебе знания языка, если ты не супер, там, какой-то IT-специалист, зачем туда лезть, зачем лезть в какие-то нелегальные схемы, сферы трудоустройства, работать нелегалом, не получать зарплату, тебя потом кинут, что из этого вообще выйдет и так далее, то есть, начинайте с простых вариантов, пожалуйста, двери открыты, начните хотя бы здесь, а дальше уже перед вами открывается мир новых возможностей, Европа, то есть, это передвижение по всем странам, то есть, ну, как бы работа, это плюсик в вашем резюме, вы поработали в одной стране, там, вы открыли бизнес в другой стране, пожалуйста, если вы бизнесмен, может быть, там, в сфере малого или среднего бизнеса, если у вас есть филиал или открытая компания на территории Европы, это будет большим плюсом, когда вы будете выходить на другой рынок, начните с малого и двери постепенно начнутся открываться, потому что хотеть чего-то недосягаемого, это не совсем правильно, потому что все-таки должны быть определенные этапы, которые должны быть в жизни пройдены. Наверное, на этом закончу, спасибо большое, что пригласили к вам на канал, для меня тоже очень много полезной информации, если бы я знала ранее о таких условиях, потому что бизнес нам как раз-таки проще, мы занимаемся дистанционной работой, и это действительно очень здорово. спасибо вам за информацию, мне вы тоже сегодня, несмотря на то, что я многое знал о Польше, сегодня вы рассказали очень многого интересного, и действительно даже для меня было открытием многие моменты, я благодарен вам за информацию, благодарен за ваше время, надеюсь, это видео, несмотря на то, что оно вышло очень длинным, но мы подняли много вопросов обсудили, и теперь люди, которые на весах, скажем, Польши или Словакии, они могут посмотреть это видео и прояснить для себя еще больше картину и выбрать страну, в которую они хотели бы эмигрировать. В продолжении того, что вы сказали, то, конечно, однозначно я полностью поддерживаю это мнение и дополню, что еще есть такой момент, что Польша и Словакия, намного ближе нам по менталитету, то есть если просто абстрагироваться в какой-то стране, открываешь глаза на улице, такие же люди, такая же одежда, только чуть-чуть язык другой, который ты не был раньше никогда в этой стране, сразу же с первого момента на процентов 30-40 уже понимаешь, а прожив 3-4 месяца, полгода, так уже и разговаривать начинаешь. Я к тому, что легче адаптироваться в таких странах, прятан все хорошо с бизнесом, с работой, экология, природа, медицина, образование, много можно перечислять, чем, например, поехать в Канаду, при том, что я очень люблю эту страну, безумная классная природа и вообще все супер, или, например, в Японию или в Китай, где для тебя вообще все другое, и быть белой вороной, в общем, как по мне, надо больше намного усилий, чтобы себя перебороть и адаптироваться, и не у всех такой порог есть, скажем, прочности, чтобы вытерпеть все эти испытания, которые перед человеком становятся, поэтому тут вопрос не только денег, а вопрос многих многих факторов, вот, поэтому еще раз спасибо за время, нашим зрителям желаем хорошего дня, следите за нашими видео, подписывайтесь на канал Алены, подписывайтесь на наш канал, и может мы найдем еще интересные темы совместные, и возможно в будущем будем еще записывать совместные видео. Всем спасибо за внимание, всем пока. Пока.